В эфире телегид «Покупатель всегда прав» и я, его ведущая, Лидия Шулаева, вновь приглашаю вас в увлекательный мир шопинга. Расскажу о полезных товарах и услугах. Из выпуска вы узнаете, как без хлопот купить или продать недвижимость в любом регионе страны, как сохранить или восстановить подвижность опорно-двигательного аппарата и где найти кофе, который обязательно придется по душе. Платиновый партнер Сбербанка, а такой высокий статус уровня сотрудничества сервис «Дом Клик» присваивает лишь одному агентству недвижимости в регионе. По итогам четвертого квартала 2023 года таким агентством стала «Капитал недвижимость». И по словам его руководителя Елены Сальковой, есть твердый настрой и дальше держать эту высокую планку. Достигнуть таких результатов удается благодаря высокому уровню оказываемых услуг. Обращаясь в «Капитал недвижимость», клиенты уверены, все пройдет максимально понятно и прозрачно, потому что деятельность агентства застрахована, а вся работа в рамках конкретной сделки с недвижимостью идет на основании официального договора. С момента подписания договора на оказание услуг с агентством я несу полную ответственность перед клиентами за совершение сделки. Деятельность агентства «Капитал недвижимость» застрахована на сумму 5 миллионов рублей. В случае непредвиденных обстоятельств, если пострадают клиенты от деятельности агентства, в таком случае клиенты получат страховое возмещение от страховой компании. Любая сделка с недвижимостью, по словам Елены Сальковой, это колоссальный объем работы, справиться с которым грамотно могут только профессионалы. Покупая или продавая квартиру, нужно учитывать массу нюансов. И работу по сделке в агентстве «Капитал недвижимость» всегда начинают с тщательной и скрупулезной проверки как объекта недвижимости, так и продавца и покупателя. В первую очередь я проверяю сам объект недвижимости, на основании каких документов он был приобретен. То есть это может быть либо договор приватизации, договор о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность, договор купли-продажи, по наследству ли квартира приобреталась. Это и каждый раз различные проверки на основании того, как квартира приобретена. Если, например, квартира приобретена по договору купли-продажи, либо по договору долевого участия в строительстве, надо в первую очередь посмотреть, использовалась ли ипотека при приобретении данной квартиры. Если ипотека использовалась, то проверить, выплачена ли эта ипотека, использовался ли материнский капитал на выплату этой ипотеки. Если использовался материнский капитал, то, соответственно, мы проверяем, выделены ли доли несовершеннолетним детям. Если доли выделены, то нужно разрешение органов опеки на продажу. Эти проверки трудоемкий, но обязательный процесс, отсутствие каких-либо документов, неточности в их заполнении, могут привести к отказу в регистрации квартиры в Росреестре. Сложности у покупателя могут возникнуть, если приобретаемая им недвижимость находится в залоге или под арестом, из-за ипотеки или долгов прежнего владельца. Даже если, казалось бы, самая простая сделка с наличными, не надо экономить. Нужно просто сделать электронную регистрацию через Сбербанк. Это чуть-чуть дороже, чем через МФЦ, но в таком случае деньги покупателя зачисляются на номинальный счет. А после того, как произойдет регистрация перехода права собственности на квартиру, деньги продавец получит в течение суток. Не менее важно проверить покупателя квартиры. Продавцу важно знать и учитывать, как за квартиру будут платить наличными или через ипотеку, в том числе военную. Будет ли использоваться материнский капитал? Все эти нюансы могут сказаться на продолжительности сделки. Либо этот материнский капитал будет использован как первоначальный взнос при приобретении квартиры. В этом случае надо обязательно выделить долю несовершеннолетним детям до совершения сделки. Если же материнский капитал будет использован на погашение уже действующей ипотеки, то сразу долю выделять необязательно. Это можно сделать позднее. Агентство капитал недвижимость на рынке услуг уже более 8 лет и за это время провело множество, в том числе сложных сделок, среди которых покупки квартиры через военную ипотеку. Такие сделки могут быть растянуты во времени до 3 месяцев и продавцу важно это учитывать. Комплект документов собирается для банка тот же самый, что и при обычной ипотеке. Отправляется в банк, банк согласовывает объект. Покупатель подписывает в банке кредитный договор, договор целевого жилищного займа. Формируется комплект документов и направляется в Москву в Росвоенную ипотеку. Росвоенную ипотеку одобряют уже всю эту нашу сделку, возвращаются документы. И в таком случае мы уже подписываем основной договор купли-продажи и сдаем его на регистрацию в МФЦ. Еще один момент, который важно учитывать продавцу недвижимости в Сарове. Приобрести квартиру в закрытом городе может только человек с постоянной регистрацией на территории этого города. Это тоже проверяют в агентстве «Капитал недвижимость», таким образом защищая клиентов от любых возможных сложностей и рисков. «Капитал недвижимость» – член российской гильдии риэлторов и нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов. Деятельность агентства полностью проверена и прозрачна. А для удобства клиентов запущен понятный сайт «Капиталдефикссаров.ру». На сайте можно выбрать любую квартиру, любой объект недвижимости. Там указаны и цена, площадь, этажность, все объекты недвижимости с фотографиями. Любая квартира, которая понравилась, мы с радостью покажем и подготовим всю сделку. Любые сделки с недвижимостью в Сарове и за его пределами, а также за рубежом. Заявку на ипотеку через агентство «Капитал недвижимость» можно подать сразу в нескольких банках. Сбербанки, ВТБ, Россельхозбанки, Газпромбанки и Банки «Зенит». Обращайтесь и будьте уверены, что ваша сделка состоится на оптимальных условиях. «Капитал недвижимость» Силкина, 13, офис 337. Телефон 8 902 305 55 53 и 3 15 25. Сайт www.капиталдефикссаров.ру От здоровья опорно-двигательного аппарата в большой степени зависит качество нашей жизни. Даже несильные и эпизодические боли в спине и суставах доставляют дискомфорт и лишают нас радости движения. А более серьезные нарушения и вовсе ограничивают даже в простых ежедневных действиях. Методика, применяемая в Центре современной кинезиотерапии, разработана на основе многолетнего опыта и наблюдениями за больными с грыжами позвоночника и иными заболеваниями опорно-двигательной системы. Это уникальные лечебные комплексы, направленные не только на снятие болевого синдрома, но и на общее оздоровление организма человека. Чтобы дополнить именно лечение в Центре кинезиотерапии, нам приходится заниматься гимнастикой. То есть поскольку мышца здоровая, она имеет не только нормальную анатомическую толщину, то есть силу, она также должна иметь нормальную анатомическую длину. Чтобы хорошо растянуть мышцы, надо применять определенные методики, которые мы применяем их и здесь. Заболевания опорно-двигательного аппарата, как и другие нарушения здоровья, требуют комплексного и систематизированного подхода к лечению. В Центре современной кинезиотерапии занятия проходят с применением силовых тренажеров антигравитационного ряда. Дополняет их функциональная гимнастика, или, как ее называет Андрей Виноградов, гимнастика неудобных поз. Длительная выдержка в определенной позе способствует расслаблению мышцы и увеличению расслаблению соединительной ткани. Вот таким вот образом мы и сочетаем занятия как гимнастикой в Центре кинезиотерапии с помощью тренажеров МТБ, так и без отягощений, используя только собственные рычаги тела и тот инвентарь, который виден на заднем плане. В качестве профилактики функциональная гимнастика показана абсолютно всем людям, ведущим малоподвижный образ жизни. На такие занятия на стадион и кар можно прийти свободно, без предварительной записи. Но если речь идет о восстановлении и реабилитации, без консультации не обойтись. Специалисты Центра современной кинезиотерапии индивидуально для каждого подберут уникальную программу занятий. В таком случае упражнения помогут развить и поддержать не только основные физические качества человека, такие как сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и контроль над собственным телом, но и добиться положительной динамики в лечении артрозов, артритов, остеохондроза позвоночника и нарушений осанки. У пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательного аппарата, улучшается качество жизни в любом возрасте. Как правило, все, кто здесь занимается, проходили у меня консультации. С помощью этих консультаций я получаю более подробное и более, так сказать, полное представление о состоянии здоровья каждого пациента. И уже могу в процессе занятий корректировать те или иные упражнения, подбирая именно возможные, которые может осилить тот или иной пациент. Занятие функциональной гимнастикой длится час и состоит из двух частей. Вначале все вместе выполняют общее базовое упражнение. Основная же часть состоит из индивидуальных упражнений. Таким образом, занятие сочетает в себе индивидуальные и групповые методы. Можно подойти дифференцированно к каждому упражнению. То есть что-то делать можно, что-то делать нельзя. В каждом случае на приеме мы разбираемся, есть ли общие противопоказания, есть ли какие-то частные противопоказания. И вот эти моменты я учитываю при составлении программы непосредственно под функциональной гимнастикой. В целом мы воздействуем именно на проблемные зоны, используя доступные и возможные движения для каждого человека. Занятия функциональной гимнастикой проходят на стадионе ИКАР три раза в неделю. Расписание можно уточнить в кассе или на сайте стадиона. Прийти можно без предварительной записи, но более эффективный способ – начать с консультации в Центре современной кинезиотерапии. Улица Зернова, 11, телефон 6-72-76. Каким должен быть идеальный кофе? Наверное, крепким, возможно, горячим, может быть, сладким и в меру кислым отнюдь. Например, этот кофе холодный и совсем не крепкий, но мне нравится, потому что все решает вкус. О секретах вкуса кофе мы традиционно пришли узнать в ароматную чашку. Наша задача простая – сделать человеку вкусно, говорит основатель сети кофеин «Ароматная чашка» Павел Жиганов. А вкус – дело субъективное, каждому нравится что-то своем. Поэтому в ароматной чашке постоянно работают над расширением кофейной карты. Этим летом кофейня порадует сыровчан новыми позициями. В меню появились освежающие морсы, молочные коктейли, безалкогольные пунши и глинтвейны, авторские заварные чаи. И, конечно, полюбившиеся многим варианты холодных кофейных напитков. Мы постепенно вводим, вводим что-то новое, вводим альтернативные способы заваривания. Мы экспериментируем часто. Есть у людей свои запросы, свои вкусовые предпочтения. И наша задача как профессионалу – понять, что и как ему нужно приготовить, чтобы попасть ему во вкус, и ему было вкусно. Что-то модно, что-то вечно. Уверены в ароматной чашке. Наряду с новыми позициями для консерваторов от кофе здесь всегда приготовят классические эспрессо и капучино. Причем, что ценно, у напитков этих стабильный вкус. Это значит, неважно, в какой филиал кофейни вы зашли, и кто из бариста приготовил вам кофе, вы всегда получите именно тот вкус, к которому привыкли. Мы пытаемся держать свой бренд, развивать его, для того, чтобы люди знали, что, придя на наши кофейни, можно выпить действительно хороший, достойный напиток. Кофе на ходу – неотъемлемая часть современной жизни. Это, конечно, удобно – выпить бодрящий напиток по пути на работу или встречу. Но истинные кофеманы знают – даже в самом плотном расписании всегда можно найти пять минут на ароматную чашку. Тем более, что в кофейне Носилкино есть все, чтобы насладиться не только вкусом, но и моментом. Это место с приятной атмосферой. Мы постарались ее здесь создать, чтобы можно было с удовольствием посидеть, пообщаться, попить. А в кофейне на железнодорожной для гостей открыта летняя терраса. Даже в самый жаркий час здесь свежо. А значит, поводов сделать паузу на кофе еще больше. Именно на железнодорожной началась история ароматной чашки. Эти традиции, которые зародились здесь, теперь распространяются на оба филиала кофейни. Качество, мастерство исполнения, оперативность и системность. То есть это должно быть качественно, это должно быть быстро, это должно быть системно, то есть одинаково из раза в раз. Вот таким образом. Чтобы добиться заявленных качества, оперативности и системности, и сам основатель ароматной чашки, и все баристы кофейни постоянно учатся. Технологичное оборудование, скрупулезно выбранные обжарщики-поставщики зерен – важная составляющая успеха кофейни. Но без профессионализма сотрудников все это лишь набор ингредиентов. В ту самую долгожданную и любимую чашку их превращают люди. На первых этапах обучаем сами, потому что опыта у нас достаточно. В дальнейшем, если мы принимаем решение, что сотрудник у нас надолго, отправляем его в специализированные школы бариста, где их учат, обучают, они сдают экзамены международного стандарта, получают сертификаты, и тогда уже могут считаться квалифицированными специалистами. В планах Павла Жиганова – расширение сети ароматной чашки. Ну а пока стабильно любимые напитки и новые вкусы ищем по знакомым адресам. На железнодорожной 16, строение 6 и на Силкино 48. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят вам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова